всем привет меня зовут иван и сегодня поговорим об ивентах последние несколько дней последние 2-3 дня я собираю информацию об ивентах которые были в прошлые вайпы позапрошлые вайпы за последние пару лет и я готов видео о том что вайпы хоть нас и происходит регулярно разработчики знают когда они будут но ивенты у нас идут одни и те же они идут скучные невзрачные по типу там ой мы изменили характеристики абдалл босса вал будет интересно играть ну нет и вот про это я хотел сделать видео но вчера 27 числа вышел ивент который какой-то степени меня удивил и порадовал потому что я уже думал что ничего интересного не будет а интересное свершилось вышел наконец-то интересный ивент но интересен он не сам по себе а интересен он в том варианте в котором есть сейчас совокупности с другими ивентами да в этот раз в эти предвайповые дни были не интересные ивенты по типу ой мы поменяли характеристики абдалл босса честно для кого-то это серьезный ивент кто-то такой ой автарков не играл месяц пойду-ка я зайду абдалл босс новый попробуем конечно же нет но вот сейчас вышел прям классный ивент и вент заключается в том что меняется геймплей и меняется геймплей достаточно сильно а для начала когда вы зайдете в рейд вы увидите что на вашего персонажа повесился дебав смертельный токсин что это означает что 4 через 480 секунд а это 8 минут ваш персонаж умрет и не как от яда сектантов где он постепенно будет терять здоровье и не как от кровотечения а он просто возьмет и умрет сразу как это решить надо найти антидот да тот самый антидот шприцом аугментин не помогает к сожалению это было проверено вам нужно идти шприц но кто-то скажет ну купить его на барахолке скрасить его в убежке вынести с собой да только вынести у собой теперь нельзя значит искать надо в рейде где можно идти в рейде в аирдопах примерно каждые три-четыре минуты летят два самолета которые скидывают два ящика в каждом по одному шприцу соответственно вкалывайте шприц ваш счетчик сбрасывается то есть предположим у вас оставалось там 120 секунд вкалывайте шприц снова 480 либо подбирать боссов то есть убивая босса у каждого босса гарантированно будет один шприц либо у ботов в их луте обыскивать обязательные разгрузки и карманы и языки там может появиться антидот он будет вам очень полезен соответственно помимо этого есть еще два изменения которые очень влияют на геймплей первое изменение она облегчает геймплей потому что вас бесконечная выносливость соответственно хоть весь рейд бегаете на спринте прицеливайтесь бесконечно представьте что у вас стамины в принципе больше нет то есть вы не не будете терять время на то что по имя перегруз а имя там это все я не успеваю нет вы будете успевать если будете делать все быстро и второй момент который усложняет наоборот этот ивент и вент влияет на то что вы просто так не можете выйти из этой локации любой локации теперь на любой локации доступен только один выход И выход доступен только через 20 минут после начала рейда Что означает, что вам требуется минимум 2 шприца Потому что сначала вы 8 минут продержитесь Потом 1 шприц еще 8 минут, 16 минут И как раз таки второй шприц вам даст 24 минуты геймплей суммарно Как раз таки уже можно поспешить на выход Кто-то может сказать, ну это же полная душнина Что это же тяжело, особенно если вы новичок Такие жесткие рамки, условия, где требуется прям выживать Но я вам скажу так, что на самом деле Предыдущие ивенты, которые были до этого Помогают этому ивенту быть не таким душным Во-первых, боссы у вас есть на всех локациях и в полном комплекте То есть даже на локации Берег в санатории есть Кила и Тагила На метеостанции в санатории есть Штурман На резерве, соответственно, тоже все боссы есть Глухарь на развязке в Гошане Все это есть, можно найти эти шприцы Плюс дропы Единственное, страдает завод и лаба, там дропов нет Но, опять же, на заводе боссы есть А на лабе с рейдеров появляются эти шприцы Хотя, как бы, у лаба был свой веселый геймплей Пусть постоят в сторонке Пусть постоят в сторонке Нам пора повеселиться, а что только они Соответственно Плюс кто-то скажет Ну это же часто будешь умирать Вдруг шприц не нашел и просто умер Обидно же, но с другой стороны А что обидно-то, за лут обидно? Так сейчас у торговцев по 20 рублей продаются броники 5 класса Топовые патроны там, ну конечно, с ограничением Ну можно купить Плюс открыты все торговцы Все товары То есть все товары всех торговцев перенесли на их первые уровни Вам не надо их открывать Поэтому говорить на том, что часто будешь умирать Лут потеряешь и все остальное не стоит Я считаю этот ивент очень крутым Я вот сегодня отыграл Вне стрима Стрим я 4,5 часа отыграл И я наслаждался игрой Несмотря на то, что я играю в эту игру 4,5 года Этот ивент заставил меня на Тарков посмотреть совершенно по-новому И получить от него удовольствие Потому что он Хоть и стал в какой-то степени сложнее Но он бросил мне определенный вызов Заставил меня по-другому думать И вот этот адреналин, когда ты смотришь на таймер Понимаешь, что у тебя осталось там 100 секунд И ты умрешь И ты начинаешь в панике думать Надо идти этого босса искать Или, а может быть, вот аэродроп сейчас летит Может к нему лучше побежать Это позволяет тебе получить новые эмоции Которые от Таркова Но я, например, еще не получал И для меня это классно На стриме заходили люди и говорили Я вот новичок, играю 2 месяца По-моему, ивент говна Я с вами не согласен, ребята Если вы новичок, для вас это отличная возможность Потренироваться в более агрессивном геймплее Потренироваться в активных перестрелках Да, я не адепт агрессивного геймплея Я все-таки за более тактикульный подход Но в Таркове иногда приходится агрессивно воевать И эта игра, она влияет на твой геймплей Этот ивент влияет на твой геймплей Заставляет тебя думать совершенно по-другому Заставляет тебя принимать другие решения Где бы я, например, раньше обошел бы стороной Посидел бы там в углу, посмотрел бы, как противник двигается Выждал бы удачный момент, чтобы атаковать То сейчас у меня этого времени совершенно нету Поэтому мне приходится атаковать с одной стороны Не получилось атаковать Я, потому что бесконечно вынослись, максимально быстро смещаюсь в другую сторону Атакую с той стороны То есть пытаюсь как-то удивить противника Опередить противника Сделать все быстро Игра заставляет делать быстрее Думать быстрее Решать быстрее И это классно Это новый экспириенс Обязательно попробуйте его, ребята Если вы опытный игрок Зайдите, попробуйте Потому что, ну, это нужно попробовать Это новые эмоции Если вы новый игрок Зайдите, попробуйте Это поможет вам потренироваться Получить дополнительный опыт Который в обычных рейдах получить достаточно тяжело Где вам нужно искать противника Какую бы локацию я выбирал С локациями Кстати, тут интересный момент Что на каждой локации один выход И от этого зависит сложность То есть, например, легким достаточно Я считаю берег Там мало противников Там игроков в принципе мало Залутать там шприц достаточно легко И выйти на лодке Которая там 100% работает сейчас Вообще не проблема Да, там могут кемпить Но тут еще вопрос такой Что кемпить тяжело Потому что у всех ограничено время Достаточно сложным Я считаю сейчас резерв Потому что на резерве Единственный выход это поезд Соответственно, через поезд выйти Достаточно тяжело Плюс, потому что все туда пойдут Потому что он через 20 минут Он начинает гудеть, что он уходит То есть, по факту вам надо 20 минут выживать А потом бежать Роняя все На поезд При этом я когда прибежал Я, во-первых, не успел Во-вторых, там уже глухая сидел Потому что глухая у нас По скрипту всегда идет Какая-то быть у поезда Ну, почти всегда Поэтому резерв сейчас Это прям серьезный челлендж Это челлендж для тех Кто уже прошаренный в Таркове Выжить сейчас на резерве При нормальном онлайне На заселенном сервере Я считаю Вещь, которой можно хвастаться А вот средний для всех Я считаю таможня Там игроков сейчас Очень много игроки Разного не только Супер-кибер-катлетные фулки Там есть ребята попроще С которыми и вы Как игроки попроще Сможете повоевать Плюс там выход Достаточно адекватный ВСРФ Он находится почти Посередине карты Плюс опять же Там она небольшая Боссы достаточно сконцентрированы Можно и боссов Пофармить ради шприцов Можно и дропы Половить соответственно Ну и ботов там обычных И найти где постреляться С другими игроками Соответственно Я рекомендую зайти Попробовать этот ивент Обязательно на таможне На этом в принципе Я про ивент сказал Все что хотел Всем вам большое спасибо Подписывайтесь на канал И ждем Вайп Который должен быть Уже со дня на день Надеюсь успею Сделать свои дела До того как Как можно быстрее И начать делать контент Для вас по новому патчу Всем большое спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok